Привет, друзья! В конце 2019 года компания ГАК вышла на российский рынок. Достаточно быстро сформировали линейку из трех моделей кроссоверов GS5, GS8, минивены GN8. Ну и, собственно, на этом все дело застопорилось. На тогдашнем, еще многонациональном рынке компания набрать популярность не смогла. Ну а к тому моменту, когда у нас остались из иномарок монополистами китайцы, модельная гамма уже была устаревшей, да и компания не на слуху. И вот премьера, премьера громкая, кроссовер GS8 добрался до нас во втором поколении. Ждали мы его еще в конце прошлого года, но вот случилось только сейчас, лучше поздно, чем никогда. И посмотрим, что же это за машина. Ну, во-первых, и в главных, нетипично пока говорить такое про китайские автомобили, но преемственность налицо. Вот эти вот фары с четырьмя светодиодными пушками, они были и у предшественника. Сросшаяся оптика с решеткой радиатора, это тоже, в общем-то, машину роднит с первым поколением, хотя, конечно, узор вот стал более модным. Вместо банальных горизонтальных планок вот такие вот пунктирчики разнонаклоненные. Ну и вообще, в целом, в дизайне добавилось острых граней, машина стала смотреться намного интереснее. Капот открывается очень удобно для нашего рынка, не нужно нащупывать вот этот вот штрафовочный рычажок, просто нужно два раза потянуть рычажок в салоне. И он на газовых упорах, то есть открывая, практически не испачкаетесь. Здесь нет вот этой вот модной китайской сплошной черной панели, которой все закрыто. Правда, непонятно зачем, дополнительную заглушку поставили над горловиной бачка-омывателя. Она расположена, первая же ассоциация у меня, извините, с Lada Vesta, я на ней восемь лет езжу, и вот в том же углу пытаюсь заливать незамерзайку. А здесь еще и дополнительная крышечка сверху, я думаю, ее в первую же зиму либо потеряют, либо просто бросят в бардачок. Двигатель. Был 2.0 turbo, 190 сил, 300 ньютон-метров. Остался 2.0 turbo, но гораздо мощнее. В российской спецификации 248 сил и 400 ньютон-метров. Коробка передач была шестиступенчатой, теперь восьмиступенчатый iSyn. Классический автомат, а не преселективный робот. Вот за это спасибо. Для многих, я думаю, это будет аргумент в пользу машины. Все-таки преселективам у нас по традиции как-то не очень доверяют. А в первом поколении GAC GS8 продавался у нас и с передним, и с полным приводом. Две комплектации было с моноприводом, две с полным. Сейчас машина к нам будет поставляться только в полноприводных версиях, так что АВД уже в базе. Так, что тут посмотреть? Ну вот тут вот промазаны какой-то дополнительной мастикой сварные швы. Уж не знаю, для российского рынка или это так на всех машинах, но явно старались. Тут это все сделано на совесть. Ну и пока, пока здесь больше сказать нечего. Уплотнитель проложен только по верхней части решетки радиатора. Около фар его нет. Посмотрим, как это отразится на зимней эксплуатации. Перейдем ко второй восьмерке. Они тут абсолютно одинаковые. Просто вторая стоит поудобнее для нашей съемки. В респектабельном черном цвете она представлена. Здесь базовая версия стоит на 19-дюймовых колесах. Уже со второй комплектации они меняются на 20-е. И самое интересное, что восьмерка от смены поколения очень сильно выросла. Прибавка в длину 14,5 сантиметров, а по колесной базе 12 сантиметров. Вот этот вот уголочек хромированный на третьем стекле тоже был у первого поколения. Вертикальная оптика тоже у машины осталась. Правда, вместо квадратных секций теперь такие вот N-образные рубиновые фонари. Они их называют. Электропривод пятой двери входит в базовую комплектацию. В дорогих комплектациях появляется электропривод складывания третьего ряда сидений. Ну вот, собственно, что остается от багажника в трехрядной компоновке салона. Ну, может быть, пара чемоданов в самолетную ручную клади сюда войдет. В принципе, даже не складывая третий ряд сидений, можно съездить в магазин, сделать какую-то закупку. Что здесь есть? Здесь розетка, крючок, подсветка. Все стандартно. Вот так вот. Ну, заглянем в салон. Салон преобразился радикально, потому что у первой GS8 было 105 кнопок в салоне. Это даже упоминалось во всех брошюрах, хотя по тому времени это уже было, в общем-то, признаком несовременности. Сейчас кнопок физических практически не осталось. Все перешло в дисплей. Значит, на нашем рынке цифровой приборки у GS8 не было. У первого, хотя позже она в Китае появилась, здесь цифровая сразу стоит. Два варианта отображения информации. На графику здесь явно не поскупились. Конечно, вот все здесь требует привычки, потому что много всего подано. Ну, я думаю, владелец быстро разберется. Центральный дисплей. Вот здесь у нас, опять-таки повторюсь, это базовая комплектация. Здесь диагональ 10 дюймов. Но выглядит он внешне точно так же, как и в дорогих версиях, в которых диагональ 14,6 дюйма. Просто поля становятся меньше. Ну, что сказать про меню? Не знаю, будут ли добавлять Apple CarPlay и Android Auto. Пока здесь нет. Может быть, это какая-то промежуточная прошивка. Все русифицировано. Но есть китайский протокол синхронизации. От климат-контроля все здесь в тачскрине управления климат-контроля. Здесь осталось только две кнопки. Авторежим и обдув принудительного ветрового стекла. Ну, и кнопка аварийки физическая. Очень прикольный хрустальный селектор коробки передач. Он, естественно, электронный. Тут вот массивная такая ниша внизу. Здесь тоже много места. Подстаканники. Бокс. В общем, просторная большая машина. Сразу видно по сиденьям. Ну, вы знаете, еще первый GS8 не располагал в динамичной езде. Такой он был вальяжный. И сиденья были ему под стать. Не сказать, что неудобные, но не спортивные. Вот здесь осталось, в принципе, то же самое. Достаточно широко расставлены валики боковой поддержки. Но, что хорошо, для китайской машины явно здесь достаточно длинная подушка. Причем в дорогих версиях появится сиденье с регулировкой длины подушки. Вот это будет интересно посмотреть, испытать, потому что для китайских машин эта опция, в общем-то, ценная. Что еще? Что еще? Что еще? В дорогих версиях будет проекция на ветровое стекло. Будет уже со второй комплектацией набор системы активной безопасности во главе с адаптивным круизом. Ну, и в целом, вот по качеству материалов очень такое благоприятное впечатление. Все, конечно, будет зависеть от цены. Их объявят позже. Сейчас я вам пока ничего сказать не могу. 3,8 миллиона по прайсу стоила машина первого поколения у нас. Такой стоимость не останется. Но, учитывая, что ГАК не слишком популярен на российском рынке, я думаю, что компания может сделать очень интересное предложение по цене, чтобы заинтересовать покупателей. Сзади места и было, и осталось просто вагон. Вдобавок, еще третий ряд регулируется по длине, по углу наклона настраивается спинка. Трехзонный климат-контроль входит уже в базовую комплектацию, но если машина первого поколения этим и ограничивалась, то вот во втором поколении, начиная со второго уровня оснащения, появится обогрев задних сидений. Его не было. Обогрев руля появляется тоже во второй комплектации, а вот уже в базе стоит обогрев передних сидений, обогрев ветрового стекла, ну и тоже по мере продвижения вверх по комплектациям передним сидящим положена и вентиляция. Короче говоря, с оснащением здесь все в порядке. USB порты, много места, но вот тут у меня темновато, панорамной крыши в этой версии тоже нет. Зато модный черный потолок, за это вот такой вот мрачный интерьер. Зато, зато можно будет выбирать из трех вариантов салона. У нас здесь самый банальный черный, будет еще светлый и третий вариант с сочетанием черного цвета с зеленым. Машина осталась по-прежнему трехрядная. В китайской версии есть комплектации на шесть или на семь мест. В шестиместной, соответственно, на втором ряду стоят раздельные кресла, но у нас пока только семиместные. И на третьем ряду должно стать намного просторнее, потому что предыдущая машина все-таки была тесновато, а в этой длина уже почти пять метров. Итак, цены все-таки объявили. Четыре комплектации стоят от 3 миллионов 500 тысяч рублей до 4 миллионов 100 тысяч рублей. На самом деле, даже если в эти суммы заложены какие-то там скидки и спецпредложения, цена действительно по нынешним временам очень неплохая. Вот даже небо от нее заплакало. Таких же размеров XC2X, такой же мощности, таких же габаритов, такого же класса машины, он стоит больше пяти миллионов рублей. То есть разница с ГАКом GS8 доходит практически до трети. Ну что ж, посмотрим. Сильное предложение, посмотрим, как отреагирует на это рынок. Хотя, конечно же, не даром, не даром все это, и для большинства эта машина остается неизбыточной мечтой по цене. Друзья, у меня на этом все. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Напоминаю вам, что журнал «За рулем» представлен во всех социальных сетях. Счастливо, будьте здоровы, не мокните! Субтитры создавал DimaTorzok